Тюбинг Сломанная рука, травма головы и даже ушиб позвоночника. С такими диагнозами зимой поступают дети в больницы. Чаще всего виной именно популярная плюшка. Важное правило – малыши до пяти лет должны сидеть в тюбинге с кем-то из родителей. Это единственный случай, когда в нем можно находиться вдвоем. Важно при проведении зимнего досуга избегать опасных мест. Это вблизи мостов, дорог, железнодорожных путей переездов, вблизи рек и озер. Там, где много деревьев и столбов. Также надо помнить, что длительное время на холоде, на морозе может чревато быть обморожением. Магазины спорттоваров уже открыли сезон. Тюбинги от 45 до 140 рублей в зависимости от размера. Самых маленьких порадуют санки-коляска, которые хорошо проходят по сугробам. Стоимость около 80 рублей. По той же цене еще один тренд – снегокат. У него есть руль и лыжи. Управление проще некуда. Пик сезона у нас очень хорошо пользуется спросом санки на четырех колесах с выдвижными колесиками. Очень удобная модель. Она позволяет эксплуатировать их на поверхностях, где есть снежный покров и где его нет. То есть можно запросто зайти в магазин куда-то с ребенком. Для этого не нужно снимать. У них переставная ручка. И такие вот санки пользуются наибольшим спросом и довольно быстро разбираются. К выбору инвентаря следует подходить ответственно. Зимой количество обращений в больнице увеличивается в два, а то и в три раза. Обычно за снежные выходные через врачей проходит от 40 до 60 малышей с подозрением на черепно-мозговую травму. Берегите детей. Тогда новогодние праздники оставят только положительные воспоминания. Карина Гуревич, Максим Галенка, Бобруйск, 360.